Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Посмотрите, какой сегодня солнечный, замечательный день! Мой балкон просто утопает в солнышке! И я перебралась, чтобы порадовать вас очередным мастер-классом! Я связала вот такой образец. Посмотрите на эту красоту! Вяжется просто на раз-два! Очень красивый узор, очень легкий! И сейчас мы с вами его свяжем! Узор я специально связала несколькими вариантами ниточек. Первая это Lana Gold Classic, вот такая вот толстенькая ниточка. И вторая, это Троицкая Алиса, в два сложения. Чтобы вы могли видеть, как разные ниточки подходят или не подходят под узор. Экспериментируйте, прежде чем связать какое-то уже готовое изделие. Итак, раппорт узора состоит из четырех петель, плюс одна петля для симметрии и две кромочные. Но в моем случае, когда я вяжу кромочную с накидом, уже многие знают об этом, и узор начинается с накида, петли с накидом. Поэтому у меня две кромочные здесь для удобства. Вы рассчитывайте, так как я сказала, четыре, то есть ваши петли должны делиться на четыре, плюс три. Одна из них петля для симметрии, вторая, две петли вернее кромочные. Итак, приступаем к вязанию этого красивейшего и очень простого узора. Первую петлю я снимаю, вторая у меня просто для того, чтобы удобно было вязать. И смотрите дальше. Первая петелька снимается с накидом, не провязанная. Потом мы находим, у меня, конечно же, здесь уже связано, но вы найдете три петли. Вводим спицу между этими петельками и протягиваем ее, вот так, вытянули. Дальше делаем накид на спицу и придерживая вот здесь пальчиками, входим во все вот эти три петли. И провязываем ее, эти петли, вернее, лицевыми. Вот что у вас должно получиться. Теперь можем снять. Опять накид и просто вот эту петельку снимаем. Опять ищем три петли. Давайте еще раз медленно. Ввожу спицу как бы вот сюда, захват и вытаскиваем вот эту нашу петлю. Вот так. Теперь накид. Входим спицей во все эти три петли. Вот. Захват нити и провязываем все три петли одной лицевой. Вот что у вас должно получиться. Сняли. И вязание повторяется. Петельку с накидом снимаем. Заводим спицу. За три петли подхватываем, делаем накид. Теперь входим во все эти три петли и провязываем ее, эти все эти петли, лицевой. Сняли. И так до конца ряда. В принципе, наш ряд уже и закончился. Все это уже мои две кромочные петли. Повторюсь, это для удобства. Вы можете вязать кромочные, как вы вяжете. Тогда вам не понадобится вот эта дополнительная петелька. Я просто ее здесь, ну, как бы, прибавила, потому что узор начинается с накида. И петля моя кромочная начинается с накида. И вот для удобства я добавила себе дополнительную петельку, чтобы вот такой вот, посмотрите, какой красивый край. Я уже получила очень много от вас комментариев, слов благодарности именно за вот эту красивую кромочную. И так, приступаем к вязанию изнаночного ряда. Тоже все очень просто. Я первую снимаю с накидом. Дальше у меня опять петля. Это моя кромочная. На это не обращайте внимания. А вот дальше идет уже наш рисуночек. Петлю, которую мы снимали с накидом, мы ее провязываем вместе с накидом изнаночной. И все петли, все, буквально все, в этом ряду изнаночном, провязываются изнаночными петельками. Просто все изнаночные. Единственная петля, которую мы снимаем не провязывая, она провязывается вместе с накидом одной изнаночной. Вот, в принципе, и весь, из чего состоит этот красивый, очень простой и очень легкий в исполнении узор. Еще что хочу добавить. Девочки, я, как вы знаете, я вяжу сейчас вот кардиган, применяя восточный метод вязания. Руки просто отдыхают. Я очень довольна. Но нужно уметь вязать любыми способами. Вот такие вот ажурные узоры, на мой взгляд, они не подойдут, если вы будете уметь вязать только восточным методом. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, ну, как-то можно этот восточный метод применить к вязанию ажурных узоров. Я пока на стадии, как говорится, обучения. Может быть, как-то и можно адаптировать вот эти ажурные узоры под восточный метод. Но если брать вот конкретный узор, который мы сегодня, вот я вам показываю, да, я не знаю, как его адаптировать под восточный метод. Поэтому я вяжу, естественно, другим обычным классическим методом. И мой вывод такой, что знания за плечами не носить, и мы должны уметь вязать любыми способами. Если узор позволяет вязать восточным методом, и это получается гораздо быстрее, вяжите восточным методом. Руки просто отдыхают, полотно ровное. Все получается просто шикарно. Но если вот узор невозможно связать восточным методом, я повторюсь, как в данном случае вот этот узор, да, тогда вяжите другим способом. В общем, всем творческих успехов вяжите в удовольствие и с удовольствием, на радость тебе, на радость близким. Вот такой красивый узор у нас получился. Я сразу хочу сказать, что можно связать таким узором. Я, конечно, не вязала тоненькой ниточкой, но если связать хлопковой, допустим, ниточкой на тоненьких спицах, да, то узор хорошо подойдет под какую-то летнюю маечку. Но это, на мой взгляд, я, конечно же, попробую, пока не знаю. Можно вот применить этот узор как резинку на вашем изделии, каком-то ажурном. Очень красиво получится вот такой вот манжет, да. Очень красиво. Если у вас какая-то ажурная кофточка и узор подойдет под ваш ажур, то, пожалуйста, применяйте, как говорится, себе на это изделие. Все, мои хорошие, такой небольшой, но очень мне хотелось с вами поделиться. Вот так вот он выглядит с изнанки, этот узор. Очень простой и очень эффектный узор. Все, мои хорошие, на этом буду с вами прощаться. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.